Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И как всегда мы говорим коротко о важном. Гость нашей студии сегодня руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Наталья Чусовская. Наталья Гаврилина, я вас приветствую. Темой, конечно же, сегодняшней нашей программы будет проблема обманутых дольщиков. Наталья Гаврилина, скажите, пожалуйста, насколько остро у нас в Республике стоит эта проблема и есть ли возможность окончательно решить ее? У нас на начало прошлого года, на начало 17-го года было проблемных объектов 18, обманутых дольщиков 299. За прошедший год нам удалось ввести в объект 6 объектов проблемных. Это, значит, ССК, первая очередь, жилой дом на Пекарского, 2 объекта Макроса, это в селе Чуропча, и объекты... Всего сколько? 6 объектов было введено. Скажите, пожалуйста, а есть ли реестр обманутых дольщиков, как они выявляются, либо только по заявлению гражданина? Реестр обманутых дольщиков ведется управлением, критерии устанавливаются Министерством строительства, и на 30 июня 2017 года были введены новые требования, то есть, значит, какие эти требования, да, можно сказать? Во-первых, истечение срока ввода объекта более 9 месяцев, сначала дата установленной в договоре долевого участия, отсутствие вложений в объект капитального строительства, также дольщик должен заключить только договор долевого участия, а не какой-то иной, так, и дольщикам должны быть выполнены все обязательства по договору долевого строительства. Скажите, а насколько у нас в республике соответствуют этим требованиям, вот как раз, застройщики? Дорогие застройщики, вот смотрите, с 1 января 2017 года были введены изменения 214, который говорит о том, что прежде чем заключить первый договор долевого участия, застройщик должен получить заключение у органа контроля, то есть у нас. То есть мы проверяем его на соответствии, также проверяем про их декларацию, которую он предоставляет, тоже требование 214 федерального закона. На сегодняшний день нам подано 43 заявления, так, и выдано 37 деклараций. Но отказ выдачи положительного заключения, соответственно, это не говорит о том, что все, застройщик не может осуществлять строительство, да, с привлечением денежных средств граждан. Он устраняет недостатки и вправе подать заново заявление. Скажите, пожалуйста, а вот учитывая вот эти требования, да, проверка застройщиков, допустим, застройщик, он должен быть какой-то определенный период времени на рынке, да, для того, чтобы, ну, это как плюсик будет получить положительное решение. Вот если, допустим, или новый застройщик пришел для того, чтобы работать? На сегодня таких требований нет. Вот такие ужесточающие требования будут введены с 1 июля 2018 года. Это, во-первых, должен быть только специализм застройщик, то есть он должен заниматься только этим видом деятельности, да, строительством объектов долевого строительства. Далее у него должен быть трехлетний опыт строительства, именно таких объектов, да, и построено не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. Скажите, пожалуйста, ну вот говоря, значит, о тех обманутых дольщиках, как активно пополняется реестр обманутых дольщиков у нас в республике, и как быстро решаются проблемы этих граждан? Да. Значит, реестр мы ведем с 2014 года. Если сказать, что за 14-15 год прирост был по 35 где-то в среднем, да, то, конечно, 15-16 годы дали нам большой прирост. 173 человека в 215 и в 216 76. Это в основном дольщики объектов ССК. Это крупных объектов, да, два объекта ССК. Первая, вторая очередь на Каландрашвили. И 30 обманутых дольщиков, это дом Попикарского. Как я уже сказала, эти дома на сегодня введены, так. То есть количество проблемных объектов на сегодня с 18 у нас уменьшилось до 12. Так, количество обманутых граждан. Это за 17-й год мы республика ввела. И благодаря, можно сказать, таким действиям были внесены поправки в законы республики о мерах по поддержке обманутых граждан, да, благодаря которому в средствах бюджета были предусмотрены финансы для достройки объектов. Так, далее, значит, также в земельный кодекс республики были внесены поправки о предоставлении земельных участков по масштабным инвестпроектам без торгов. И, соответственно, застройщики, получив такие земельные участки, обязуются внести финансовые средства в размере 30 миллионов на достройку проблемных объектов, либо предоставлении не менее 50% от предполагаемого жилья для покрытия обязательств перед обманутыми дольщиками. А были ли эти меры эффективными? Именно благодаря тому, что были предусмотрены в бюджете эти средства, удалось достроить два крупных объекта. Это первая очередь ССК, 9-этажный жилой дом по Каландрашвили и ЖСК Пекарского. На сегодняшний день у них радостное событие, они как раз сегодня получают ключи, жители дольщики по Пекарскому. Скажите, пожалуйста, а по какой причине в основном возникают проблемы у застройщиков и имеют ли они системный характер? Причины разные. Во-первых, застройщики изначально не смогли рассчитать свою финансовую устойчивость, то есть они ввязываются в долевое строительство, не зная ни законодательства, ни порядка строительства. Бывают и проблемы технологического характера, когда, поскольку у нас климатические условия очень особенные, и иногда происходит так, что проектные расчетные температуры грунтов не достигают и, соответственно, приостанавливается строительство до достижения этих расчетных температур грунтов. Но также еще большая проблема – это у нас вопросы технологического присоединения. В основном вот три таких проблемы. А как Вы помогаете им, застройщикам? Во-первых, на нормативном документе Республики разработана трехлетняя дорожная карта. Все проблемные объекты, оставшиеся в утре, введены в эксплуатацию, либо решены обязательства перед дольщиками, исполнены обязательства перед дольщиками в течение трех лет, до 2020 года. Значит, получается, на следующий год, на 2018 год у нас должны быть введены объекты Черов, один объект Черово-ИК, блок Г-1, и один объект в селе Чуропча, четвертоквартирный жилой дом. Застройщик Макрос, бывший. А вот начиная с этого года понятие долевого строительства, в принципе, уже, так скажем, уйдет. Что за новая система будет? Так, ну, мы уже видим, да, по изменению в законодательстве, что требования к застройщикам с каждым годом ужесточаются. И мы все знаем поручение президента Российской Федерации о том, что долевого строительства не будет в России, будем переходить на проектное финансирование. Почему это возникло, да, такое поручение? По всей России у нас 830 проблемных объектов, а в них 1600 многоквартирных домов, поскольку в одном разрешении могут быть несколько. Правильно, в одном разрешении, ну, большой комплекс из нескольких домов состоит. И порядка 38 тысяч обманутых дольщиков. И, соответственно, наличие граждан-дольщиков и решение их проблем, сведение к нулю, и как раз вот привели к тому, что законодательно будут приняты такие нормы, что долевого строительства в будущем не будет. Будет проектное. Что это значит проектное кредитование? Значит, застройщик будет получать кредит в банках, строить объект и реализовывать готовый объект. То есть у деньги, у граждан не будут привлекаться. То есть и не будет обманутых дольщиков. Вот такая задача поставлена. А что, на Ваш взгляд, произойдет на рынке строительства, когда вот эти все новые требования начнут действовать в полную силу? Вот те требования, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, они не под силу нашим застройщикам, нашим региональным застройщикам, поскольку все наши застройщики осуществляют иные виды деятельности. То есть мы в 43 декларации посмотрели и видим, что нет ни одного застройщика, который бы смог осуществлять только один вид деятельности. Это у нас сопутствующие виды. Это производство строительных материалов, торговля и так далее. Более того... То есть по факту они не отвечают требованиям? Это к 1 июлю. Это мы не говорим, что сейчас они не отвечают. Это к 1 июля уже не будут тех застройщиков, которые будут только заниматься дальним строительством. Это к чему приведет? Это, конечно, ослабление нашей строительной отрасли, именно региональной. Поскольку все наши застройщики – это субъекты малого и среднего предпринимательства. Они не крупные. Возможно, придут крупные застройщики из пределов республики. А вот наверняка наших телезрителей будет интересовать такой вопрос, что изменится в ценовой политике. То есть станет ли, допустим, дешевле жилье первичное, вернее, подорожает ли, либо оно станет дешевле для того, чтобы избавиться от уже построенных объектов? Как будет ситуация? В любом случае цены не упадут, поскольку это затраты застройщика, он ни в коем случае в убыток себе работать не будет. А переход на кредитное финансирование банков, оно все равно приведет к тому, что цены увеличатся. Потому что застройщик берет кредит в банки под проценты. И на эти же проценты будет увеличена цена за квартиру. Соответственно, мы не будем ожидать того, что цены упадут. Как обстоят дела с качеством жилья? И как они, можно предположить, будут обстоять в дальнейшем? И два вопроса, два момента. Значит, много ли жалоб на качество построенного жилья возникает? И как дальше мы будем с этим? Количество жалоб с каждым годом, кстати, по статистике, обращение, которое поступает в управление, снижается из года в год. Поскольку застройщик по договору долевого строительства обязан в течение пяти лет устранять все выявленные в ходе эксплуатации недостатки, а в случае не устранения, тогда дочка имеет право обратиться в суд за компенсацией, за возмещением ущерба и так далее. Наталья Гавриловна, я благодарю вас за беседу. Она получилась поистине интересной и полезной. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях сегодня была руководитель управления Государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Наталья Чусовская. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные и актуальные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова